В эфире программа Автодром и я ее ведущая Галина Кочерова. Здравствуйте! Сегодня наша программа посвящена открытию нового автосалона. Дело в том, что официальный дилер BMW в Магнитогорске, компания Автопункт, празднует свое десятилетие и новоселье. Теперь они располагаются по адресу Марджани 9. Если неизвестна эта улица, то за ориентир можно взять Магнитогорскую мечеть. Сама же улица соединяет проспект Ленина и улицу Грязнова. Ну, с этим разобрались, добро пожаловать в новый автоцентр! Да, смахивает на светский раут. Еще бы! Гости, клиенты, компания Автопункт как минимум потенциальные. Для них-то и организован вечер в честь долгожданного события – открытие дилерского центра BMW, который действительно отвечает всем требованиям и соответствует всем стандартам концерна. Хотелось бы отметить, что чего не хватало бриллиантовым автомобилям BMW, так это достойные оправы. Оценить достоинство оправы собралось немало гостей. В первую очередь это оказалось интересно руководству из Германии. А также специально на презентацию приехали гости из соседних городов и республик, которые также когда-то открывали дилерские центры BMW. Кстати, Автопункт уже назван лучшим дилерским центром на Урале. Директор отдела продаж BMW Оливер Хоббиц и региональный менеджер Анатолий Феронов поздравили генерального директора компании Автопункт. Вручили грамоту официального дилера и подарили памятный приз – модельки автомобилей. Мы сегодня постарались, устроили для вас полгода, чтобы вы смогли все-таки доехать до нас, чтобы вы даже вас не замочили. Ну и хотелось бы сказать еще одну вещь. В этом году фирма Автопункт отличает десятилетие успешного сотрудничества с фирмой BMW. И в честь дистиллинта мы открываем этот центр, который соответствует всем требованиям BMW. Что же это за требования? Конечно же, они связаны с качеством обслуживания клиентов. Так вот теперь новый автосалон объединяет выставочный зал и сервисный центр. С компанией Автопункт я знаком практически с ее рождения. То есть это был полуподвал на Суворово. И теперь наконец-то, как Бриллиант, как сказал один из менеджеров компании, получил достойное оформление. Такой прекрасный салон BMW. И теперь наконец-то они соединили все вместе. Продажу автомобилей, сервис – все в одном месте. Нам теперь не придется ездить на калибровку на Минжинского, чтобы отремонтировать свой автомобиль, уже купленный в компании BMW. Выставочный зал рассчитан на 10 автомобилей. Его площадь – 540 квадратных метров. Теперь клиенты смогут в полной мере оценить элегантность дизайна, стиль и высокое качество представленных автомобилей BMW. А также испытать настоящее удовольствие за рулем, взяв полюбившуюся модель на тест-драйв. Вы можете здесь увидеть городский центр, который даже, это честно я скажу, который даже по разным пунктам лучше, чем центры в Германии или в Минжне, или в любой точке Европы. Потому что я действительно их могу сравнить. И мы здесь имеем хорошие, очень красивые центры. Сервисный центр BMW Автопункт оснащен самым современным оборудованием и отличается высокой пропускной способностью, обслуживая до 20 машин в день. Пока автомобиль находится в руках компетентных сотрудников, клиент может удобно разместиться в баре автосалона и наблюдать через стекло, как проводится работа с его автомобилем. А пока гости наслаждаются шоу-программой, наша съемочная группа находится в производственном помещении. Именно здесь проходит техническое обслуживание автомобилей BMW. И несмотря на то, что здание построено по всем стандартам BMW, интересный факт удалось узнать от иностранцев. Оказывается, только в России выставочный зал и сервисную зону разделяет стеклянная стенка. Только русские хотят знать, что происходит с автомобилем во время ремонта. А иностранцы предпочитают отдыхать в специальной зоне и полнослаждаться комфортным отдыхом, а потом получить здоровую машину. Зона работы с клиентами оборудована в соответствии с корпоративными требованиями концерна BMW. Особое внимание клиентов заслуживает зона консалдинг-ланч с интерактивным оборудованием. Теперь выбрать цвет и комплектацию автомобиля можно просто и наглядно. Я счастливым клиентом автопункта стал полтора года назад. Причем это случилось очень заманчиво, скажем так, романтично. Я просто увидел девушку, ездившую на красивой машине. Я думаю, а чем я хуже? Почему я не могу быть? Я когда пришел в салон, увидел, знаешь, название такое «Стиль от BMW». И решил стать участником этого стиля. Кстати, в новом автоцентре предусмотрен шоу-рум с последними новинками одежды. И все это можно заказывать через официального дилера. Действительно марка BMW в моем понимании, потому что я уже на различных автомобилях ездил разных производителей. Японский, французский, немецкий. И по сравнению с другими, когда садишься за руль BMW, чувствуешь себя, ну, я не знаю, не агрессором, но каким-то, ну, пилотом-истребителем, скажем так. То есть машина действительно агрессивная. И это здоровая агрессия, спортивная, она сама по себе заводит. Здесь собрались владельцы разных моделей. Многие рассказывали, как они пришли к BMW, меняя одну марку на другую. Теперь девиз «С удовольствием за рулем» — это их девиз. Для меня при выборе автомобиля существует два правила. Первое правило — автомобиль должен быть немецким. И второе правило — автомобиль должен быть BMW. Я думаю, очень многие со мной согласятся. Ну да, как минимум все приглашенные гости. Кстати, что касается руководства, то, например, региональный менеджер компании BMW говорит, имеет возможность ездить на любой модели. Главное, чтобы автомобиль мог реализовать желание и потребности на дороге. И нет никакого снобизма в плане того, что единичка — это не слишком ли дешево? Нет. Автомобиль всегда лидер в своем сегменте BMW. Поэтому и единица, и седьмая серия — это всегда автомобиль, который будет восприниматься и благодатно, и благородно выглядеть. И всегда в нем себя чувствуешь уютно и комфортно. Именно в соответствии со стилем BMW уютно, комфортно, красиво, интересно. И постарались провести презентацию. Каждой даме дарили цветы. Мы видели элегантность и мощь, изящество и силу. Впрочем, все это автомобили марки BMW. Даже эта модель 37-го года. Меньше месяца назад у нас было открытие в городе Уфе. Такого же дилерского центра BMW. Очень рад присутствовать на сегодняшнем открытии нового центра. Должен сказать, что я нахожусь в приятном удивлении от увиденного. Очень мне понравилась церемония, которая была проведена сегодня. Очень приятная атмосфера, дружелюбная. Интересная была программа. В некоторой степени даже позавидовал тем элементам, которые были использованы, тем находкам. Было, на мой взгляд, сегодня очень интересно. А вообще, 2006 год для BMW назван годом успеха. Ведь все, что делалось для создания бескомпромиссно лучшего, все усилия предыдущих лет оправдываются. Вы, наверное, слышали, что автомобиль третьей серии был признан в этом году лучшим автомобилем в мире. Вот это как раз лучшее подтверждение тех идей, тех планов, которые BMW закладывала на год 2006. Но, безусловно, не останутся невыполненными ожиданиями в 2007 году. В 2007 году он преподнесет еще больше сюрпризов и, безусловно, будет отмечен новыми версиями автомобилей внутри каждой серии. И могу уже анонсировать, что появится новый X5. Очень ожидаемый автомобиль для наших, не безусловно, лучших дорог российских. И, конечно же, порадует и сборочное производство Калининграда. У нас появятся X3 в калининградской сборке. Поэтому автомобиль BMW становится ближе российскому покупателю. Невыполненными обещаниями они останутся и в 2007 году. Всех клиентов, в том числе и будущих, ждет множество сюрпризов. Появятся новые версии автомобилей внутри каждой серии. Выйдет свет и новый X5. Концерн BMW не желает уступать место лидера, чтобы каждый водитель машины этой марки мог чувствовать себя номером один. Шоу-программа уже завершена, но приглашенные еще ведут светскую беседу, делают фото на память. А наша съемочная группа находится в VIP-зоне. Гости сказали, что презентация прошла отлично. Это и решили отметить. Я же с вами прощаюсь ровно на неделю. Увидимся в автодроме. До встречи.